Я все ходил и думал, откуда на телеканале запах, стойкий запах чеснока и лука? А, девочки здесь коридором ходят. Девчонки готовили сюжет, я понял. От них, значит. Понятно. Друзья, эфир продолжается. У нас уже гости. У меня первый вопрос с гостями. Мы позже представим. Вопрос первый. Болели или нет? Нет. Еще нет. Почему еще? Еще нет, пока не собираемся. А ведь не надо. Никто не собирается, а тем не менее. А вы знаете вообще этот способ вылечить? Я дома лук посетил, по-моему, товарищи. А, все-таки лежит лук, да? Да. Вчера положили. А, вчера только. Испугался, испугался. Нервы не выдержали. Да. Ну, друзья, с большим удовольствием представляю вам наших гостей. Это участники группы Круиз-Контроль. Мы уже как бы сделали вот такой анонс, когда здесь был Рома Смотру. Мы говорили о том, что будет еще один концерт в филармонии, насколько я знаю. Это будет 24-го. Следующее воскресенье. А, вот тут 24-ое следующее воскресенье во сколько? В 3 часа. В 3 часа. Концерт группы Круиз-Контроль. Вы, Филармоний. Вот, скажи, пожалуйста. А, ребята, это Миша Мартыненко. Миш, представь, пожалуйста, ребят. Азиза Давл, это наша солистка. Да. Азиза, это Азиза или реальная Азиза? Да. Опа, реальная Азиза. Промпрометрация Неба. Как называется правильно организация Неба? Да, Небо Медиагрупп. Да, действительно. Небо Медиагрупп. Вы там играли. И мне очень понравилось. Там был кусочек, когда вот сидели вдвоем, да, гитарист, и девушка, и вот, и нежно пили, и так далее. Я тогда очень, кстати, был тронут этим. Скажите, я так понимаю, это супергруппа. То есть туда собрались лучшие из остальных команд? Ну, как сказать, да. То, кто сейчас остался, самые сильные, можно сказать. Ну, есть еще остались, но кто смог, тот участвует, кто захотел. Скажите, а как решились играть вообще? Давай по-другому. Это было веление души или вот было какое-то мероприятие, куда нужно было прийти и поиграть? Ты скажешь, что нет. Так, ладно, это все на добровольных основах. Это не финансовая группа, да. То есть для себя хорошую музыку играю. А сколько у вас в коллективе человек? 10. 10 человек? 10 человек. Ну, тут так. С медной группой, как положено. Да, да. А можно перечислить сейчас инструменты, которые вот есть у нас в группе? Ты не веришь, 10 человек. Нет, 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 просто интересно нашим телезрителям узнать об этом. База, гитара, гитара, ударные, клавишные, значит, 5 духовых. Баритон, саксофон, альт, саксофон, тенор, саксофон, тромбон и труба. И вокал. Вот теперь я точно могу сказать, что это не коммерческий проект. Прокормить 10 человек нереально вообще. Нет, это не коммерческий проект, он даже не то, что не задумался коммерческий. Просто оно так получилось, что еще с того года, так скажем, пошла история. Просто там сделали такой проект. Вы не захотели просто сидеть и прозябать? Когда нет корпоратива и всего остального, приходится... Есть желание играть музыку, да? Начинается творчество, так скажем. Не потерять форму, не потерять... Скажите, насколько профессиональны музыканты в коллективе? Все профессиональные. Все с высшим образованием. Все консерваторы. У всех консерваторов печати, да? Практически у всех. Все, все, ну конечно. И все до этого где-то обязательно играли, да? Конечно, и играют. И играют еще, да? Да, конечно. Азиза, вот все равно не могу уж не задать этот вопрос. Честь Азизы назвали или нет? Нет. Нет? Понятно. Как вот, девушка же одна в коллективе. Да? Ах, а зачем больше? Это вам, это вам хорошо. А вот скажу, пожалуйста, а тебе как вот среди девяти парней, я так понимаю? Ну, знаете, очень комфортно. Музыканты, ну, это такие специфические люди, с ними всегда комфортно. Это творческая атмосфера, это всегда общая тема для разговоров. Ну, мы просто друзья, поэтому нам очень весело, всем. Как часто репетируете? Удается репетировать? Ну, а конечно, такие программы без репетиций никак. Ну, стабильно, два раза мы точно собираемся в неделю на репетиции. Ага, нескромный вопрос. На Новый год отмечали или работали? Первый Новый год, нет, второй. Когда не работали, отмечали, да? А какую музыку вы играете? Вы вот, как сказать, переигрываете какие-то популярные композиции или вы пишете свое? Играем каверы на популярном композиции. Каверы, это называется каверы сейчас для всех наших телевизорителей. Что такое каверы? А каверы это вот такое-то, такое-то. Иногда это называется ремейки. Кстати, каверы и ремейки звучат постоянно на папином радио на 176. Пожалуйста, запоминайте это. Более того, у меня вот, Миша не даст соврать, у меня как бы есть просьба записать песню, и чтобы эта песня звучала на папином радио. И как бы предварительная работа уже ведется о том, чтобы это произошло. В студии, как вы вчера созванивались, студия вас ждет. А студия ждет, собрать всех нереально. Представь собрать 10 человек для записи. Я еще раз хотел бы затронуть тему. Есть у вас, да, свои какие-то вот песни, проекты? Я уставал. Готовитесь к этому? В голове есть, но еще не это, не сделано. На данный момент это идет, то есть полностью весь репертуар состоит из песен группы Tower of Power. То есть кому интересно, могут даже послушать в интернете, если понравится. У вас есть группа ВКонтакте, например, да? Я так понимаю, или где-нибудь в Фейсбуке? Есть? Ну, пожалуйста, ребята, группа в Фейсбуке. А я к чему говорю про вот эти ремейки, каверы и так далее? Мы сейчас посмотрим клип, музыкальная пауза, после чего мы, естественно, с вами продолжим общаться. И вот в тему как раз таки. Давайте посмотрим сейчас группа Тутселос. У меня написано здесь, правильно я называю? Тутселос, знаете такую группу? Ага, вот так, давайте посмотрим. Тучелос. Я хочу сказать по поводу вот этих Тутселос, не скажу, что я слежу за творчеством, но это уже не первый клип, который я вижу, а охрененные парни. Я хотел сказать хорошее, но это не та степень удовлетворения. Скажите, то, что вы будете играть на концерте, как долго создавалась эта программа? Ну, так скажем, так по воле случая просто получилось. Мы там несколько песен сыграли еще в мае месяце. Просто так, как скажем, был у нас концерт, выпускной госэкзамен в консерватории. Оба! Вот они как раз выпускались. Это говорит о профессионалах. Ты опрашивал, да, профессионал, понимаешь? Вот они выпускались, и просто, так сказать, война, война, пришлось делать что-то такое. И решили сделать такую программу «Земля ветер огонь, Tower of War», песни совместные. Концерт у нас был. Вы играли в «Земля ветер огонь»? Ну, да, в том году мы играли концерт. Просто никто ж не знает. А сейчас знает. А на Баке-Зем радио слушают «Земля ветер огонь». Ну вот, а мы живьем играли, там, по-моему, штуки, три песни мы играли. И Tower of War играли. А потом очень хорошо пошел концерт. Люди там на ушах стояли, в общем, как говорится. И решили, так, будем это дело продолжать. Или просто, ну, давайте будем собираться. Там лето, вроде как, ну, давайте. Ну, вот собирались, там, летом репетировали. Именно Tower of War решили. Потому что интересно музыкантам играть. Ну, как бы... Но все равно свое что-то носите. Вы же не просто переигрываете. Или... Потому что 10 человек это... Нет. Это именно, вот, именно, вот, фишка в том, чтобы сыграть так, как они. Как они. Потому что то, что играют именно Tower of War, это очень сложная музыка. Именно что-то вписать туда свое, уже... Ну, это будет уже не то. Совсем. Скажите мне, вот, расписать партию на 10 инструментов. И еще на 9 инструментов плюс голос. Это реально сложно. Или это, мне кажется, как дилетанты. Ну, как? Нет, это не сложно. Это не сложно. А ладно, подумаешь, да? Зарядок. Медная группа, медная группа из 5 инструментов. Это совсем не сложно, да? Нам сложно. Михаилу не сложно, а он этим занимается. Скажите мне, кто был среди экзаменаторов, когда вы сдавали экзамен? Преподаватели заведения? Ну, конечно, наши все. Наши кафедры. Я что же... Все наши, все наши. Вот, а здесь нас тоже преподаватели. Вот с этого... Уже? Уже, да? Да. Я там уже 9-й год работал. Это какая кафедра? Эстрадная музыка. Эстрадная музыка. Эстрадная. Понятно, понятно. Я даже догадываюсь, кто сидел среди экзаменов. В Азовске. В Азовске сидел. В Азовске сидел. В Азовске. В Азовске. Да, если бы 10 человек пригласили. Давайте так, сейчас вопросик один от меня, и потом вот перейдем непосредственно к музыкальной нашей базе, да, в прямом эфире. По поводу концерта, по времени, сколько он будет проходить, сколько будет композиций? Это будет анонс сейчас для наших телезрителей, да? 15 песен. 15 песен. Ну, это будет около, если с антрактом, часа полтора. Ладно, скажите, волнуетесь? Уже мандраж есть, еще целая неделя, а мандраж уже есть? Ну, это... Азиза, ну, честно. Ну, после того, как пережил 5 лет консерватории, постоянные АКТМ-концерты. А скажите мне, как преподаватели теперь, талантливые пришли в это надо? Можно промолчать? Ну, они же станут. Ну, были, есть. Мы над этим работаем. Да, работаем. Голоса есть? Ладно, меня интересуют две вещи. Меня интересуют, есть ли голоса, и второй вопрос, есть ли хоть один тромбонист среди них? Тромбонист есть, кстати. А чего именно тромбонист вас интересует? А я обернула. Это их нет просто. Мне сказали, во всем мире, во всем мире большая потребность тромбониста. У нас есть коллективик. Пожалуйста. А он изначально тромбонист или нет? Кто? Тот, ваш тромбонист. Который у нас коллективик? Да. Да. У нас тромбонисты изначально. Просто вот эти вот три тромбониста, которые, они работают в трех оркестрах, они везде играют. Именно вот, именно вот, эстрадники. Расхватки. Да, да, да. Они работают, играют у нас в консерватории, в билл-бенде. Цирки, наверное. Цирки. И в училище. И в училище. Вот, все, вот, поэтому они на разрыв. Их нет просто. Опа. Кто знал? Все говорили, да, компьютерщик, да, юристы и так далее. Трубочисты нужны всегда. Трубочисты. Это мы уже сейчас поняли для всех наших телевизионеров. Ребят, что будете сейчас исполнить? Ты можешь пока стульчик поставить? А, нет, конечно. Я могу все подготовить специально для того, чтобы сейчас просто эксклюзив. Тем более, действительно, дорогие друзья, то, что вы услышите сейчас здесь, вы не услышите на концерте 24 января, воскресенье в 15.00 в филармонии. Правильно? Правильно. Вот, видите, как я говорю. А это эксклюзив сейчас. А это Битлз, Блэк Билл. Да. Битлз, Блэк Билл. Битлз, Блэк Билл. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok